Здрасте! Дайте стране послужить! Где муж, спрашивается в задаче? Если мне нужен роман, он у меня будет. Вот устала! Твою же мать, я так устала! Попробуй быстренько раз перестроиться и пародию такую на Светку Прель соорудить. Сучка ты, Светка! Здравствуйте, прелестники и прелестницы! С вами я, ваш психолог Светлана Прель, а у меня в гостях Светлана Галка – птица высокого полета. Звезда, большой разницы, актриса и просто красавица. Привет, Светик! Привет, Светик! Хоть сам восстановись посередине и загадывай желание. Что делать, не знаю. Такое добро пропадает. Слушай, вот я в своей жизни, может, мне так не везло, что не Света, то брюнетка, что не Света, то кореглаза, а у тебя все как положено. Светлана, светлые волосы и светлые глаза. Вот в твоей жизни всегда вот так было и бывает чаще всего, как положено, как принято, или что-то такое все время с ног на голову? Нет, у меня все в моей жизни – это не благодаря, а вопреки. У меня вот такое ощущение, что и получается именно тогда, когда я прикладываю к этому какие-то усилия. То есть начиная даже с того, что мои родители вообще категорически не хотели, чтобы я поступала в театральный институт. Я сначала закончила ПЭТ-институт, я должна была быть учителем русской законодательной литературы. Но я получила диплом, положила на стол, сказала, «Мам, все, теперь я буду делать то, что я хочу». И я пошла сама поступать в театральный. А тогда вообще, кстати, очень часто намекали в комиссии, что, вы знаете, второе – платное. Ну, то есть они, видимо, иногда проверяют, платежеспособен ты или нет. Но я еще, будучи стоя на сцене учебного театра, был последний тур, сказала, «Вы знаете, я пойду уборщицей, но я хочу поступить, я буду платить». Так ты-таки и пошла уборщицей, когда в Москву попала, не брезговала, никакой работы? Нет, я уборщицей в Москве не работала, я листовки распространяла. А, листовки, значит, брешет интернет, там про листовки было сказано, что ты еще что-то там убирала. Листовки я распространяла. Тю, это я убирала. Нет, кстати, Любовь Полищук в метро работала уборщицей. Да? Вот машинами мыла. Нет, ну, часто талантливые люди, да. Нет, да, в этом ничего такого страшного нет, и голливудские актеры проходят через это, и в кафе работают. Ну, вообще абсолютно нормально. А, смотри, вот я читала, что потом вот как-то случайно, вот именно это слово я подчеркнула, случайно, ты стала телеведущей на канале «Россия и культура». А вот как становятся телеведущими случайно? На культуре я не работала, хотя я пробовалась, туда меня не взяли, сказали, что у меня... Лишь, ты только пробовалась, а уже в памяти осталась. Можно сказать, знаете, у вас в речи вульгаризмы, вам надо поработать, я открыла энциклопедию. У тебя, у педагога, вульгаризм. Это, знаете, поскольку я из Ярославской области, да, Ярославля, оказывается, вот есть такой налет. Иногда человек этого не замечает, то есть даже окончив театральный институт, у меня, видимо, осталось вот за мной какой-то шлейф того, что я не москвичка. И что у меня в речи есть вульгаризмы, поэтому меня ни на радио не брали, ни на канал «Культура» меня не взяли благополучно. Я работала на кабельном телевидении Северо-Восточного административного округа, кстати, вела новости, прямые эфиры. Я работала корреспондентом на новостях «Вести Москва» и работала в «Честном детективе» у Эдика Петрова. Потом благополучно поняла, что это вообще не мое и вернулась в профессию. Ну а ты как, прям пришла и говоришь «хочу»? Вот так и пришла. И прямо вот так сказала? Я пришла, вот так дверь открыла, сказала. У меня просто была одна знакомая. Не хотите, не хотите. Которая пропуск мне сделала. С вульгаризмами. Пропуск мне сделала в это. Я так дверь открыла. Берете с вульгаризмами. Да, говорю, здрасте, дайте стране послужить. И весь отдел так. Я так сказала. Весь отдел так. Не могу. Я сейчас потихоньку. Я была очень, кстати, я очень любила, вот тогда была ведущая Настя Мельникова. Вести, вообще новости, они работают бригадами. Неделя, потом неделя следующая, то есть и ведущие также меняются. И меня вот очень любила при Насте Мельникова. Она заметила во мне вот эту вот такую жилку. И часто мне вот давали такие сюжеты с юмором, да, где можно было и стендап какой-то записать. То есть не очень сложный. Но надо сказать, что даже когда я туда попала, у меня ведь тоже был комплекс. Ведь ребята-то все журфак заканчивали. Ну и что? А я на компьютере печатать не умела. Что такое новости? Это быстро надо выдать вот это все. Быстро отдать редактору, съездить все. На кассетах все отсмотреть. А ты что, сама добывала эти новости? Тебе дают тему. Так. Есть оператор, звук, так сказать, режиссер с этой мохнатой штучкой. Да. И водитель. И ты с этой командой благополучно едешь в снег и в дождь добывать информацию. А, я думала, тебе приносят готовую информацию. Пишешь, находишь людей, пишешь с ними интервью, сама записываешь стендап, да. То есть есть определенная формула, как пишется, так сказать, сюжет. И редактура просто рыдала над моими сюжетами поначалу. И плакали, и смеялись, и показывали друг другу. Но я месяц прошла стажировку, и меня взяли. Я не умела пользоваться компьютером. Я писала, я брала листы А4 в коридоре, а там такие широкие подоконники. В свитере, в джинсах сидела и писала. А там курилка была рядом. И все такие топовые люди канала России проходили, так смотрели, что это за чудо. Сидит вот такими буквами, значит, что-то пишет. Я просто потом взяла, заплатила за платные курсы и научилась быстро печатать потом. А что это за история такая, где говорят, Света, что у тебя с глазами? Значит, когда я благополучно закончила свою телевизионную карьеру, я вообще на самом деле могу быть очень сложным человеком в интервью. Потому что я все понимаю, всю эту подноготную. Поэтому я могу и сломать интервью, а могу и поддержать. Сломай меня, детка. Не хочу. Мне нравится, Свет. Мне когда нравится, я расцветаю, я могу шутить, что-то говорить. Спасибо, Свет. Помню, брала интервью Жириновского. Один вопрос, и вот такой монолог. Да ладно, правильно, правильно. Вот так вот все меняй, как хочешь. То есть он такой человек, который сразу потоком вываливает все, что он знает. Так вот, когда я благополучно ушла с телевидением по собственной воле, никто меня оттуда... Я, кстати, неплохим могла бы быть журналистом, но это просто не мое было. Глаза. Я в институте занималась пародиями, но я никогда не думала, что это станет какой-то... Ну, просто вот реально. То есть я с этого здесь, в Москве, практически начну свою карьеру. Так попался какой-то администратор, и вот практически сразу мы попали на кастинг в Останкиной на большую разницу. Я показала пародии, потом за мной бежал креативный директор, дал визитку. Один выпуск уже был, говорит, приходите. Короче, началась моя стезя большой разницы, которая была 5 лет. И был у нас такой режиссер Дима Дьяченко, пользуясь случаем, хочу передать ему привет, большое уважение. Он ТЭФИ получил. Поздравляем тебя, Дима. За большую разницу в свое время. Но Дима чем-то меня в какой-то момент не взлюбил. Хохон. Значит, и когда мне распродавали роли, чаще не главные, значит, как-то... Ну, главные я иногда сама себе выбивала, приходя в кабинет и говорю, что я это могу. Я поняла. Дайте мне, да, у меня тенденция, дайте стране послужить. Вот, значит... На джеренном вооружении. И вот, мне это был какой-то скетч, посвященный, значит, пародии на что-то такое фольклорное, российское. Меня, значит, одевают в эту какую-то старуху. Жаль за это. Все. И камера-мотор начали. Мы снимаем, значит, а я думаю, ну, камера-моторная думает, сейчас, Дим, я тебе отомщу за то, что у меня заднее было. Он говорит, я оп. Тут, значит, стоят ряженые. Вот что-то говорят, я поддакиваю, стою, да, мол, да. Как это, мол, так? Второй, я, да, да, мол, как это? Моя реплика, я. Да, мол, батюшка-гоцударь. Как, мол, так случилось-то? Что в атак-то, мол, и так? Он сидит, монитор, смотри, так, стоп. Ну, Свет, а что у тебя с глазами? Я говорю, Дим, ничего, все нормально. Да? Так, ну, давайте, камера-мотор, еще дубль. Ему, видимо, сначала казалось, что он смотрит в мониторе, никак понять не может, то ли это что-то там плывет в картинке, то ли что. Камера опять, он такой, Свет, что у тебя с глазами? Я говорю, Дим, да ничего, все в порядке. И, естественно, как бы вся съемочная группа это заметила, что я просто немножко издеваюсь. Вот, ну, в конечном итоге меня так все дальше-дальше переставляли. В общем, Дим понял свою ошибку. Не знаю, понял ли он свою ошибку. Но мы считаем, что он понял. Мы сейчас постановили, что да. Кстати, был еще потом какой-то момент. Я играла выпившую девушку. Да. И накануне, вот как назло, вот верить, веришь, Свет, ехала в машине за рулем, совершенно случайно хотела поправить зеркало, и пальцем попадаю себе в глаз. Просто его расцарапываю, и у меня он вот так закрывается, когда там внутри поцарапано, такое ощущение, что у тебя внутри соринка вот с бревном. И он не открывается. Я прихожу на съемку, у меня на следующий день съемка. Я не могу отказаться. Во-первых, это деньги. Во-вторых, ну, как бы роль не главная, думаю, ну, париком как-нибудь тут прикроем. И опять, значит, по-моему, Дима как раз снимает. Да, опять же. Что у тебя с глазами? Ну, дух прям какая-то. А я стою, значит, и партнеру что-то говорю, а у меня вот такой глаз, он не открывается, и все. И он говорит, Свет, прекрати, мол, типа, вот это играть, Дима, я говорю, я не могу открыть, потому что я вот, ну, это, там уже мне... Мне попали в глаз. Пытались чем-то закапывать, и все, но он такие... Вот говорят, что пьяных играть легко. Или хрен его знает. Нет, это не то, что это, ты можешь как-то... Во-во, подожди, 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 не троится магическую энергию. Вот давай мы сейчас с тобой посидим. Вот один вопрос, как будто мы с бодунища. Ну, ты и я. Не, а я-то что, я же не актриса. Ну, ты у тебя. Давай, как будто мы пришли, и ты с бодунища, и я. Ой, ну, я даже сруна... А, подожди, я не могу. Вот он профессионализм. Ладно, я сейчас попробую. Ну, да-да. Просто глаз немножко расфокусируй. Как, вот так, что ли? Нет, ты как бы смотри, но как бы так, немножко все как бы в дыму расфокусируй. Свет, вообще твоя пародия вообще ни хрена никому, ну, с некоторым не нравились. Вообще-то... Ну, вот Гурченко, допустим, он, это... Плохо... Плохо. Да ну тебя не... Ты лучше будешь пьяной, а трезвой. Не могу. Короче, ладно. У тебя отлично получается. Гурченко недовольна была твоей пародией. Алла Борисовна тоже была восхищена. Ну, Алла Борисовна была недовольна собой. Лена Матюшенко ее делала. Не важно, если Алла Борисовна недовольна, это уже повод поговорить, понимаешь? Вот. Как это проявлялось, это недовольство, и как ты это улаживала? Сама Алла Борисовна недовольна. Не знаю, ну, как бы в лицо мне никто ничего такого не говорил. Ну, то есть никак, ничего. Просто кто-то... Алла Борисовна в тот день, когда, я помню, мы снимали пародию на песню «Метель» с Леной Матюшенко, кстати, по-моему, хорошая пародия была и текст хороший, один дубль всего был. И я помню, еще этот день мы стоим, нас так ба-ба-ба-ба за кулисами с Леной потрясывает. Все-таки Алла Борисовна придет. А там, на самом деле, сценка маленькая, и гости очень близко сидят. То есть видно практически грим. И вот поры на лице. Вот. И они зашли, и Алла Борисовна сразу была в плохом настроении, потому что долго пришлось ждать, расставляли камеры. Она изначально пришла такая на взводе, она уже собиралась уезжать. Еле-еле ее уговорили, в общем, их уходили. Вот. И мы стоим так, в щелочке смотрим. И Ваня Орган тоже подходит, и тоже так в щелочку смотрит. Говорит, девчонки. А он видит, что мы так немножко волнуемся. А он очень такой располагающий человек. Тем более, как мы труп, а он ведущий. Говорит, девчонки. Не ваш день. Нет, он нам говорит, единственное, чем могу вас успокоить, вы выглядите лучше, чем они. Вот. И мы как-то так. Ну, то есть это была шутка. Нет, нет, это он нам сказал, мы посмеялись так. Расслабились. Вот. И поэтому, нет, все, что говорила Алла Борисовна, ну, это ее мнение. Ну, а Людмила Бурченко там вот как-то в интернете читала, что... Ну, кстати, Людмила Бурченко не знала, что я делала на нее пародии. Но надо сказать, что Людмиле Марковне всегда нравились пародии мужчин на нее. Вот все мужчины, которые на нее делали пародии, ей нравились. А, интересно. Есть такой вот мужчин люблю, женщин недолюбливаю. И нет, у меня очень много женщин, с которыми я в хороших отношениях. Может быть, из-за того, что очень часто там с актрисой, вот если разные амплуа, тоже всегда очень завязываются хорошие отношения и дружба. И мы снимались, например, на площадке и Аня Ардова, и Лена Бирюкова. Тоже все комедийные характерные актрисы. Со всеми прекрасные отношения. То есть нормально все. Я никогда не чувствовала какого-то... Смотри, вот мужчины мечтают о женщинах, и они как бы это озвучивают, да. Такая шаблонная фраза. Вот хочу, чтобы моя при людях была королевой, да, когда в свет выходим. В постели проституткой, значит, там, не знаю, на кухне поварихой. Ну, в общем, столько ипостаси у нас в женщинах должно быть, и все высшего пилотажа. Мне кажется, идеальная женщина для любого мужика. Вот он ложится спать с Мерлин Монро, например, просыпается, не дай бог, с Хорчиной, ну, блин, ну, с кем-нибудь другой. Просыпается с Людмилой Марковной, в паричке, на бекре немножечко. Не могу. Нет, это мы его напугаем, подожди. С Моникой Белучи, например, да. Ну, в общем, короче говоря, ты можешь уж точно перевоплощаться в кого угодно. А чего вот, где муж, спрашивается. Ну, я работу-то разделяю и дом. Вот. Потом, на самом деле, мужчина-то может мечтать, о чем он хочет. Это его проблемы. Я знаю, чего я хочу. Чего ты хочешь. Вот. А, так сказать, я такой сложный орешек в семейных отношениях. Потому что я, как актриса, я всегда стараюсь сохранить свою самость. У меня есть моя территория, куда я не допускаю. Где есть закрытая дверь, где я работаю над образом, над ролью, учи текст. Для меня это очень важно. Поэтому, если мужчина не принимает меня с этим, это не мой мужчина. То есть ты хочешь сказать, тебе попадались те мужчины, которые твою территорию нарушали. Да, у меня попадались мужчины, которые, как увидели мой сундук с костюмами, пару раз донесли до квартиры и сказали, до свидания. То есть они поняли, что мне, ну, это придется им делать, таскать эти костюмы. Конечно. Ну, а ты по этому поводу как-то переживаешь? Не капли. Или уже не капли? Не капли. Я хотела замуж до 25 лет. Вот. Все. А потом? А потом что ты себе такое объяснила? И всем любопытствующим, которые же любят, говорят, а когда замуж выйдешь, а когда замуж выйдешь? Ну, до 25 лет это было. Да, да, да. Вот ты как-то переживала. А потом как-то себе объяснила, что переживать не надо? А потом я все поняла про мужчин. А прям вообще все? Вот прям все. И что ты про них поняла? Я поняла, что я готова с ними дружить, сотрудничать, работать. Но, видимо, у меня такой характер, вот свойство характера, я не могу подчиниться. Либо этот человек должен быть на несколько ступеней выше меня. А партнерские отношения нет? Такого не может быть? Он уважает в тебе личность, ты уважаешь в нем личность. Ты понимаешь, у него есть своя территория, он уважает твою территорию. Вот эти вот границы. Ну, это бы, конечно, в идеале хотелось бы. Но, может быть, у меня просто так не получилось, чтобы это были партнерские отношения. Ну, это дело в тебе? Может, ты такая вот властная, они чувствуют, думают, о, нет. Нет, я нисколько не властная. Просто, не знаю, может быть, это вот и есть как бы самодостаточность. С возрастом я пришла к какой-то самодостаточности. То есть мне брюки не нужны. Я никогда не была одна. Если мне нужен роман, он у меня будет. Но так, чтобы, как сказать, мне не нужен еще один ребенок в семье. А, все-таки ты мужчин воспринимаешь как еще один ребенок. Ну, вот чаще всего, вот сколько я видела, ну, в основном, особенно в России, это мужчины, у которых вот как-то, не знаю, чаще всего вот я видела, ну, не знаю, потому что, может быть, я в актерской среде постоянно. А твой папа, он каким был? А я папина дочка. Папа наш тыл был дома. То есть папа, это продукты. Мама подчинялась ему? Это папа во главе? Нет, я не могу. Какие отношения были? Мама, конечно, тоже вот так папой тоже как бы управляла. Ну, по-женски можно управлять. По-женски, да. Можно прям вот... Но папа, вот, не знаю, он как-то так вот тыл. Вот мы многое что пережили, но у нас всегда была в холодильнике еда, я всегда была одета. Да, то есть если что-то больное, больница, это папа, да, то есть он позвонит и... А не бывает у тебя тогда такого ощущения, вот что раз ты официально не при мужике, как вот любят говорить, то нет в тебе, вот как тебе, я и баба, и мужик, все тащу, нет такого плеча, чтобы я могла расслабиться и отдохнуть, все на мне, все на мне. Нет такое вот иногда порой? Вот устала, твою же мать, я так устала, хоть бы кто-нибудь, что-нибудь уже бы там за меня бы сделал. Ну вот опять вернусь, поскольку я все время вращаюсь в этой профессии, то мужчина-актер, это очень редко мужчина. Вот есть такая фраза, женщина-актриса всегда больше, чем женщина, а мужчина-актер всегда меньше, чем мужчина. Это абсолютная правда, потому что он будет стоять и зубами скрежетать, что тебе три букета подарили, а ему один. Это специфика такой профессии, это очень редко кому удается сохранить мужественность в этой профессии. Ну все, теперь понятно, а перед тобой-то в основном это мужчина-актеры. Да, я в основном в этом кругу вращаюсь, конечно. Мне бы выйти чуть-чуть в сторону вильнуть, совсем другим мужчиной водится. Кажется, чемоданчик в гостиницу, поэтому мне бы увильнуть бы. Тебе бы налево куда-нибудь вильнуть. Вильнуть бы налево. Слушай, Светик, сейчас хочу вот такую серьезную тему затронуть. Я знаю, ты это не скрываешь, раз эта информация есть в социальных сетях и есть в интернете, все сейчас из интернета читается, узнается. Ты усыновила ребенка. Вообще, когда говорят, чужих детей нет, я к этой фразе очень уважительно отношусь, но я понимаю, что не всем дан дар, да, скажем так, такая фтология, быть матерью. Вот это материнское чувство, оно не всем дано на самом деле. Более того, как психолог, знаешь, что оно и просыпается не с беременностью и даже, может быть, не с родами, там, не с рождением ребенка, оно может проснуться позже, может вообще не проснуться. Это как любовь, да, ты либо можешь любить, необъяснимо, да, так же и про материнские чувства, либо тебе это дано, то есть другими словами, долго говорю, быть женщиной это не значит быть матерью и вот этим чувством, этим даром обладать. А вот как состоялась, вообще возникла эта идея ребенка усыновить, да, как состоялась ваша эта встреча, и с какими трудностями ты столкнулась? Вот в нашей стране усыновить ребенка, это что значит? Ну, если начать с первого, то, ну, просто сейчас уже по состоянию здоровья, да, честно говоря, ну, там и по возрасту уже и врачи не рекомендовали, просто есть какие-то ограничения определенные. Вот. А так, чтобы я там этого как бы не хотела, оно просто не случилось, да, вот возможно, это опять же из того, что не попался тот человек, с которым там или хотелось бы, или получилось, ну, скажем так, я по этому поводу как-то не очень страдала, потому что я была очень занята там работой своей. Более того, я знаю большое количество актрис, которые не хотят иметь детей, потому что в этой профессии ты играешь на своем собственном инструменте, ты эгоистичен, да, ты все время в поиске новых проектов, ты питаешься, ты отдаешь все и домой приходишь ночью, но ноги, руки вытянул, только бы поспать, да, тут я не осуждаю этих людей, которые не хотят, я знаю многих актрис советского времени, кто публикует и говорит, я отказалась от ребенка, я сделала то-то и то-то из-за роли. И в какой-то момент я начиталась столько этих интервью и посмотрела потом, когда этим актрисам по 70-80, они все говорят, как, если бы я вернула все назад, жалели все, да. 100% этих актрис говорили, что они жалеют об этом шаге, что эти роли ничего не стоят, ну, нет, нет у тебя, ну, господи, на год ты ушла, на два исчезла. Им всем, мы так, институты еще работали, тебе закладывали в голову, да, что вот работа, работа, ну, вообще в советское время всем закладывали в голову, что работа – это все в твоей жизни, и ты должен только работать на благо Родины, поэтому, ну, и эта мысль у меня давно было, то есть, как бы, ну, я ее вынашивала очень давно, мы еще на акции с Первым каналом ездили часто, вот, по детским домам, и такое, это, конечно, вот, вроде детский дом шикарный, вот все есть у детей, они завалены игрушками, они выходят в концерте, и они с такими глазами смотрят на этих взрослых, они же все понимают, они же понимают, что, а вдруг у них это шанс, их отсюда заберут, они все вот с такого возраста, ну, разве что вот уже, когда ребенку там школьник, очень многие уже не хотят, там какой-то слом происходит, вот, но маляпусенькие все хотят, чтобы их забрали, это в природе любого маленького существа, они хотят быть привязанными к кому-то, мама, папа, неважно, но, потому что детский дом – это отсутствие привязанности формируют, они потом и в жизни, потом, сами, когда заканчивают детский дом, не могут сформировать семью и отношения, потому что у них отсутствует это чувство привязанности. Так вот, как бы, я поняла, что там и это, и это не проходит, а я давно хочу быть мамой, вот уже я внутренне к этому созрела, то есть это не было так, такая блажь, дай-ка я, вот голливудские актрисы усыновляют, модно, в Голливуде это модно даже, да, и потом еще там об этом всем рассказать, я это не преследую, просто написала я об этом, потому что я начала приходить с сыном на разные программы, и все смотрят, что за ребенок, потому что он же у меня появился в три с половиной года уже, и чтобы вот не было таких лишних вопросов, я в интернете написала, да, что у меня появился. Как встреча-то состоялась? Мне кажется, это так волнительно, или как это все? На самом деле сложности никакой нет, вы проходите школу приемных родителей, одновременно есть такая школа при социальных центрах. То есть, подожди, сначала у тебя появляется эта идея, хочу усыновить, да, ты хотела мальчика, девочку или просто ребенка? Честно говоря, хотела девочку полтора года, с голубыми глаз, скажи себе, с лариантской. Я не нарисовала, представила, да. Почему-то все так изначально. Так, дальше, следующий шаг какой, куда надо идти? Дальше идет школа приемных родителей, есть адреса, это в социальных центрах, все есть, там, по-моему, два с половиной месяца нужно ходить на занятия, и уже в процессе... И что там проходит? Какие? Какие? Там рассказывают, что такое приемный ребенок, там есть определенные психологические, то есть, упражнения есть. Это правильно, я думаю, у нас это... Есть, например, шикарное упражнение, вы покупаете большую игрушку и постоянно находитесь с ней дома. Вот идете в туалет, берете ее с собой, в ванну, спите с ней и стараетесь, как бы, ну, то есть, чтобы это игрушка, да, то есть, и ловитесь на мысли. Вас раздражает, вот, когда рядом в вашем пространстве еще кто-то? Я, например, купила игрушку, начала с ней разговаривать, открываю холодильник, а что ты будешь? То есть, вот, настолько, видимо, организм готов к шикарному упражнению. Такие вот школы должны быть до того, как ты хочешь стать матерью, неважно, приемной или не приемной. Я в этом плане вообще... Многие отказываются потом от этой мысли, вот. Потому что там очень много рассказывают, ты же приходишь с розовыми очками, вот, в нашей группе, например, двое отказалось потом от этой мысли. То есть, значит, правильно вот это все прочувствовать. А потом уже собрать справки, и, собственно говоря, ты стоишь на путь поиска, а он абсолютно разный. Есть федеральные базы в интернете, есть знакомые, друзья. Ну, а что ты, как это происходит? Тебе фотографии показывают, выбираешь, да? В федеральных базах там фотографии, да. Да, и ты вот просматриваешь, да? Просматриваешь, обзваниваешь. Да, посмотрю, да. Встаешь на учеты в различные опеки Москвы, Московской области, других городов. Так. Если ты туда должна поехать на машине, написать заявление, встать на учет, и когда по показателям, там, которого ты описываешь ребенка, когда он появляется, тебе присылают его фотографии или звонят. Ну, смотри, ты хотела девочку голубоглазую, а тут получился мальчик. Вот так. Как это случилось? А потом вот такая штука получается. Когда я ждала своего ребенка и ездила кого-то еще смотрела. Например, сначала у меня не получилось с одним ребенком, я стала к нему ездить в гости, но он был большой, он был уже 10 лет. Вот как-то так вышло, что на дне открытых дверей он мне приглянулся, а когда мы стали просто общаться, я его водила в гости, он меня не выбрал. А, то есть есть такое, что ребенок должен выбрать? Да, так вот. Потом мы приходим к тому, что есть такое понятие, мне сказала вот одна очень такая женщина, я говорю, ну как же, ну я все никак не могу найти, ну где же он, ну я уже вот все ворота мои открыты. Она не сказала вот такую вещь. Вот твой ребенок, он сам тебя найдет. Как интересно. Ты говори, просто расслабься. Вот сейчас просто выдохни. Вот прошло 9 месяцев, и он меня нашел. 9 месяцев, смотри, как символично. Мне прислали фотографию, фотография мне не понравилась. Думаю, я просто съезжу, посмотрю. Я всегда, вот я такой человек, я всегда за шансы. Судьба иногда дает, надо его брать, можно дома посидеть. Но я из тех людей, которых хватается за любой шанс. Я поехала. И когда мне привели его, и он мне так улыбнулся. Вот я услышала ножки по коридору, я сидела как бы, пила чай с женщиной, преподавательницей, или как они там называются. Вот, они кушают, сейчас он придет. И когда я его завела, нянечка завела, и он у меня так поднял глаза, он мне так улыбнулся. Вот ощущение, что солнце появилось в комнате. Взял за ручку и говорит, пойдем, я тебе покажу свой. Пойдем, он рэ тогда не выговаривал. Пойдем, я тебе покажу свой шкафчик. И вот мы пошли, мне показал шкафчик с этой старенькой одежкой, старенькой обувью. Господи. Потом они там все играли, их было очень много. Я стала за ним наблюдать, я снимала его на видео. Потому что я, ну, трудно сразу это понять. То есть искра пробегает, но ты все равно адекватно еще не можешь к этому. Я провела час. Я поиграла с ним. Но он всегда, когда играл с другими детьми, он меня держал в поле зрения. Вот знаете, Свет, я не могу это объяснить, но устанавливается какая-то энергетическая связь. Это когда ты приходишь в большую комнату, где есть куча людей, и вдруг вы переглядываетесь в этой толпе с каким-то мужчиной, и ты потом ходишь, но он все время где-то в поле твоей видимости. Да, что-то вас вдруг раз, и какая-то энергия соединила, и обязательно потом как что-то чаще всего завязывается. Не то, что там здравствуйте, и вы в глаза посмотрели, а просто какая-то нитка. Вот среди этой огромной толпы вот эта нитка произошла между нами. И вот я сижу, а он меня видит, и я его боковым зрением вижу. И он меня, и вот он что-то считывает с меня. Что-то считывает неописуемое. Подходит с машинкой, мы разговариваем. Он что-то с лица моего вот считывает. Потом я второй раз приехала в гости, третий, а потом он начал меня ждать. Ой, вот это все. Мне прям... И мне уже воспитатели говорят, он ждет. И я поняла, что даже если он меня не выберет, и ничего не получится, я просто буду его навещать. Всю жизнь буду. А ты уже приняла решение его забрать? Ждала, когда он примет это решение? Да, ну, когда мне уже сказали, что он меня ждет, значит, я его взяла в гости на месяц. И вот за этот месяц я поняла, что это мой ребенок. То есть, когда он уже со мной был в одном пространстве... Подожди, а вот когда он зашел в твою квартиру? Ведь это совсем все другое. Во-первых, я его везла на машине долго. Как это все было? Пять часов мы ехали до Москвы. Я не буду сейчас называть, откуда. Ну, понятно, нет, дело не в этом. У меня вот сама психология вот ребенка, который попал... Ему сказали, поедешь в гости к Свете? Он сказал, поеду. Они же очень открыты в этом возрасте. Ну да, доверив же в тебе. Конечно, это семилетка будет еще подозревать. А эти, они все вот так, они распахнуты вот так. Вот делай со мной что хочешь, да, вот все. Ну, он, знаешь как, активно забежал или встал у порожка. Нет, он очень энергичный. Он очень ласковый такой изначально был мальчишка, улыбающийся, открытый. Поэтому он сразу пошел в мои объятия, на руки, сел в детское кресло. Я специально купила детское кресло, чтобы вот его... А трудности все-таки какие были? Трудности появляются уже позже, когда проходит адаптация ребенка. Когда он уже... Адаптация сначала была еще в том, что... Во-первых, надо было перейти от Светы к маме. Он же меня сначала Света называл. А, да, да, вот, кстати, тоже. Потом он перешел к маме. Ну, и как... Я ему тоже напоминала какие-то вещи, да, что вот... А кто такая Света? Не знаю, ну, то есть я тоже какие-то книги почитала психологам. То есть, естественно, была какая-то... Все равно у меня было какое-то дополнительное образование, помимо этого. И мы буквально за неделю перешли на маму абсолютно легко. И та, какая сейчас между нами связь эмоциональная, это я вам передать просто не могу. Просто передать. Во-первых, это абсолютно мой ребенок. Конечно, сейчас ему 6 лет. И пошли то же самое, что ребенок 6-7 лет начинается уже очень сильно. За месяц только что был 28 размер, я уже 30 ему купила кроссовок. То есть пошел рост, пошло ощущение себя в жизни, да, какое-то. Еще вот такой важный момент. Тоже мне, ну, хочется, чтобы ты озвучила. Иногда на своих родных детей сердишься, злишься, можешь сгоряча что-то такое сказать, потом коришь себя, конечно. А когда вот неродной ребенок, да, условно... А он родной ребенок. Он для тебя родной. Просто я иначе... Нет, нельзя же так. Не было вообще такого ничего. Потому что когда я за месяц... Вот это было такое ощущение, что у меня появился... Я родила ребенка 3,5 лет. Вот у меня было такое ощущение. Просто вот, ну, как бы я миновала вот эти пеленки. Светик, это молодец. Огромное сердце. И вообще низкий поклонно тем женщинам, которые действительно могут любить детей. Мне мысль не возникает, что нет. Просто я-то сталкивалась с этой ситуацией, но у меня получилось, знаешь как... У меня даже ни разу не было мысли, вот он сейчас себя ведет, а ведь это не мои гены. У меня такого в голову ни разу не пришло. Ну вот я про что и говорю. У тебя действительно есть это материнское чувство, и оно не поддельно, а искренне умеешь любить. Просто я столкнулась с тем, что мне сообщили о том, что я буду воспитывать еще ребенка не своего. У моего мужа от первого брака девочка была. Там мама запила очень сильно. И надо было этого ребенка забирать. Когда я уже родила, уже в браке мы были, я уже родила ребенка, вот грудничка. И, в общем-то, меня поставили перед фактом. Вот девочка Таня, и она будет у нас жить. Ну, то есть, понимаешь, это совсем другая история. Мне там 19 лет, я сама еще не понимаю, что да как. Дело не в этом. Дело в том, что когда Таня-то знала свою маму, вот тоже где-то было 3,5 года, а окончательно она к нам перешла, ей было лет 7. И она ко мне подходит и говорит, когда маленькая была, и говорит, мама. И смотрю, ее аж все передергивает. Я говорю, Танюш, а тебя кто-то научил называть меня мамой? Она, да. И вижу, у нее прямо вот мука и страдания. Я говорю, Танюш, не надо называть меня мамой, если ты не хочешь. Я с папой поговорю. Я, естественно, поговорила с папой. Я говорю, давай мы с тобой придумаем, как тебе будет удобно меня называть. Я говорю, ну, Света, как-то не очень, потому что я все-таки воспитывать вас должна и братика твоего Толика, и тебя. Вот, тетя Света, тебе удобно будет меня называть? Она, да, удобно, тетя Света. Так вот, самый такой момент был трогательный. Вот тоже в нашей истории. Когда она сама захотела. Да, а это произошло в 14 лет. Самый такой, понимаешь, возраст, пубертат, ну, ты еще с этим столкнешься. Вот, когда мам-то родных посылают далеко и надолго, и она ко мне подходит и говорит, тетя Света, а можно вашу фотографию? Я говорю, бери, конечно. И она делала альбом, где вклеила фотографию мою и подписала мама. И фотографию моего супруга, папы, да, папа. И, конечно, это было трогательно. Потом она ко мне подходит, взрослая девочка, говорит, а можно я тебя буду мамой называть? Ох, я боюсь зафлакать. В общем, мы обни... Сейчас. Да, что-то. В общем, короче, мы обнялись, и это было самое дорогое, когда ребенок сам захотел называть мамой. Другое дело, она уже привыкла. Понимаешь, то есть в телефоне я там, мама для подружек ее, мама. А знаешь, как привычка уже, тетя Света, тетя Света, это тот ответ на вопрос, когда чужие люди. А как она тебя называет? Да, Господи, как бы ни называла. Я точно знаю, что вот у меня в общей сложности трое детей и двое внуков уже, потому что я Таню считаю своей дочкой, и внуки это для меня родные. Как бы это ни звучало, может быть, дико, да, но я точно знаю, что бы со мной ни произошло, Танька первая побежит. Вот первая побежит, чтобы меня спасать, не знаю, там, если что-то, не дай бог. Понимаешь, вот так вот. Ой, растроглась. Да, очень трогательная тема. Да, я к чему говорю, сто раз, девчонки, подумайте, вот, да, все-таки это ответственный шаг и самое болезненное, когда детей, как котят, туда-сюда швыряют, кидают. Уж лучше честно себе признайтесь, что, ну, не дано, не всем дано быть материальным. Я даже помню, тут недавно, конечно, бывает от усталости и сорвешься где-то, да, и, естественно, я всегда там извинения попрошу, я объясню, почему, например, Влад, говорю, я это сделаю, извинюсь, что там устало. Когда мы недавно едем в машине, он мне такой вдруг ни с того ни с себя говорит, мам, даже когда ты на меня кричишь, я в твоей команде. О, ты представляешь? Дорогого стоит. У вас команда, настоящая команда из мира. Я ему всегда говорю, Влад, может быть, я тоже говорила, что даже когда я на тебя гневаюсь, да, или чем-то недовольна, я все равно тебя люблю. Да. Я тебя люблю. Просто твой поступок там в данный момент. Да, это очень грамотно. А тебе более мальчишка. Но говорить о том, что любишь, обязательно надо, но они еще и чувствуют, очень чувствуют. Можно сказать, люблю, а они понимают, что нет, врешь. Взрослый человек, не любишь. Они очень это чувствуют. Дети очень. Я всегда искренно с ним в своих чувствах. Это правильно. Даже если ошибки совершаете, это уже как психолог, а ты как педагог, да, у нас такая наставническая передача. Бывших педагогов не бывает. Бывших не бывает, это точно. Даже если ошиблись, искренне скажешь, да от бессилия накричал, да прости ты меня, но все равно я тебя люблю. Почаще это нужно произносить. Мы каждый день, у нас обнимашки-целовашки, я тебя люблю, это все есть. Светик, я хочу тебя попросить, не знаю, будет у тебя настроение или нет, чтобы, ну, хотелось бы, чтобы оно было, чтобы ты закончила эту программу и спародировала меня, если можно, удостоила меня такой чести. После такой темы резко перескочил. Да, вот резко, ну, хватит уже, нюни, а потом у нас хорошая тема, все дети счастливы, все друг друга любят, и мы их любим, у нас все хорошо. Вот, попробуй быстренько раз перестроиться и пародию такую на Светку Прель соорудить. Если вдруг я тебя не вдохновила, ну, закончу передачу «Прельские тезисы» любой другой героини. А мне на эту камеру, на какую? Ну, на какую хочешь, мы тебя потом поймаем. Здравствуйте, Прели и Прелестницы, кто может быть апрел, а кто, может, не припрел. Самое важное, что вы смотрите нас, это самое важное, потому что к нам приходят разные гости. К слову, анекдот. В одну деревню приезжает девушка, очень продвинутая, и говорит «Здравствуйте, куда я могу здесь сходить?» Ей отвечают «Ведро». Господи, слушайте и смотрите нас на моем канале. Опа! Не, я так много не заберу. Что-то нормально, да, получилось, а? Ну, кажется, нормально получилось, да? Конечно, кажется, нормально, да? Сучка ты, Светка. Крашеная. Крашеная. Ну, почему же крашеная, это мой натуральный цвет? Надеюсь, вы не с апреля от нашего разговора, а с вами была ваша психолог Светлана Прель и потрясающая моя тезка Светлана Галка. Спасибо, Света. Светлана Галка. Светлана Галка. Светлана Галка. Светлана Галка. Светлана Галка. Продолжение следует...